Сыр, колбаса, овощи, молочная продукция, крупы, соль, сахар, хлебобулочные изделия. У всего разные сроки хранения, но рано или поздно они истекут. И тогда все это отправится на свалку. В том же направлении увозят и те продукты, которые еще вполне можно есть, но по какой-то причине невозможно продать. Именно ветераны, пережившие 900-дневную осаду северной столицы, первыми год назад обратились ко мне с просьбой заняться решением проблемы с писания тонн, пригодных для употребления продуктов. Им, на себе испытавшим ценность каждого кусочка хлеба, непонятно, как можно выбрасывать огромное количество съестного. И действительно, нужен простой и понятный механизм, чтобы продукты, которые еще можно употреблять в пищу, получали те, кто в них нуждается. Магазинам невыгодно делиться. По закону придется заплатить налог на прибыль и НДС, как если бы товар был продан. Издержки 40% цены, а прибыль равна нулю. Стимулировать торговые сети на раздачу продуктов, по мнению депутатов, можно, полностью освободив от бюджетной повинности. Встает вопрос, а как это осуществить? А куда это деть? Где это будут хранилища, которые будут собирать эти продукты? Кто их будет забирать? Кому они будут раздаваться? Освободить нас просто от НДС, но заранее сдавать эти продукты? Надо это будет все просчитывать. Сколько у нас будет остатков? Каков будет возврат НДС? Путь к новому алгоритму быстрым не будет, хотя есть позитивные примеры у соседей. Финляндия, Германия, Австрия, Франция. Схемы разные, итог один. Продукты разбирают до того, как они успеют испортиться. В нашей стране пищевые отходы составляют более четверти годового коммунального мусора. У глобального потепления множество виновников. Например, пищевые отходы, разлагаясь на мусорных полигонах, выделяют в атмосферу метан, сероводород и аммиак в огромных количествах, создавая тем самым парниковый эффект. Ежегодно в России образуется 17 миллионов тонн пищевых отходов. Чуть более 9% из них на этапе хранения и реализации. И в отличие от них, тот же пластик, который все привыкли винить в загрязнении воды и почвы, его еще можно переработать и дать ему вторую жизнь. Зачастую пищевые отходы, пищевая продукция относится к 4-му и 5-му классу опасности. Для определения класса необходимо обратиться в лабораторию, которая определит, выдаст паспорт отхода, либо протокол биотестирования. На основании данного документа уже можно будет судить, как будут утилизироваться отходы, либо они будут захораниваться, либо они будут обезвреживаться. Ведующие сегодня ТКО региональные операторы у магазинов пищевые отходы не забирают. Это отдельные площадки и иные условия обращения. Как нивелировать проблему хранения придумали активисты из северной столицы. В январе там заработал пункт приема органики. Не съели люди – переработают черви. Садоводам удобрения – природе спасения. Пока все это очень трудно происходит. Но тем не менее мы вывезли, вернее даже переработали с помощью червей. Больше 400 литров органики. 40 человек – это достаточно для того, чтобы повторять и повторять и повторять, наращивать количество участников, объемы. Спасать наши жизни от полигонов, которые растут вокруг города. Рациональное использование ресурсов и расширение сферы благотворительности одним законом предполагается покрыть несколько проблем. Инициаторы проекта ждут отзывов от правительства. Конечно, не хватает закона, сократившего 15-кратный разрыв между богатейшими и беднейшими россиянами. Но, как говорится, и то хлеб. Вера Мещерякова, Алексей Слипченко, репортер 73.